Я вас приветствую! Продолжаем разговор про пенсии. Почему? Ну, потому что я не коснулась своих расходов. Я уже об этом рассказывала, наверное, года два назад. Ну, я не думаю, что все ходили туда смотреть. Ну, и потом, знаете, времена меняются. То есть, я рассказала о своих обязательных расходах в прошлом видео. Кому интересно, заходите и посмотрите. В прошлом видео, там доходы, расходы основные, которые я обязана выплатить. А сегодня я коснусь тех расходов, которые я не обязана выплачивать. Но которые все равно надо оплачивать, как то покушать. Покушать. Это наш такой основной расход, без которого мы с вами не выживем. Это же будет и ответ на вопрос. Потому что пришли люди и спрашивают, сколько я в среднем трачу на питание. Значит, как я питаюсь и что я покупаю. Я думаю, я уже вам надоела с этими видео. Потому что я все время показываю, что я покупаю, что я ем. Пожалуйста, заходите. У меня есть плейлист, называется Супермаркет рынок. Там все, что я покупаю. Там цены на продукты, какие сейчас, какие были 2 года и 3 года назад. Вы все это можете увидеть. Не только в супермаркете, но и на рынке. Дальше. Что я готовлю кушать себе? Это у меня есть плейлист. Советую приготовить. Вот там те блюда, которые я готовлю и ем. Я не снимала никогда. Вы заметили, я сейчас и практически не снимаю ничего, что я готовлю. А потому что у меня не цель вычитать какое-то где-то там блюдо в интернете. А потом его приготовить и рассказывать. Ой, я его готовлю. Ой, это блюдо по совету там какого-нибудь арабского, какого-нибудь там турецкого повара. Или там еще какое-то такое. И ой, я его готовлю ежедневно. Или муж это ест за 5 минут. Или там еще что-нибудь такое. Улетает за 5 минут. А я думаю, а что какие-то блюда надо неделю сидеть есть от этого блюда. Да любое блюдо улетает за 10 минут. Тарелочку борща кинул за себя. Нет. Я снимала именно такие блюда, которые я готовила и готовлю. Может быть даже не все. Не все. Некоторые редко. Крайне редко. Некоторые часто. Некоторые очень часто. Из моих блюд, которые я готовлю, у меня есть один единственный зеленый салат, который действительно по рецепту моей мамы, и который я за 70 лет своей жизни никогда не видела, чтобы кто-то еще готовил. Из этого салата салат. Вот эти листья такие кудрявенькие, да? Салат. Вот вы вообще когда-нибудь видели, чтобы кто-нибудь из него делал салат. Вот вообще вы видели его, этот салат, чтобы кто-нибудь его использовал там, ну, не в бутерброд даже, как есть бывает на картинках. А хотя бы не для того, чтобы положить там его на тарелочку, а на тарелочку там что-то еще сверху этого салата. Нет. Это у нас такой салат, который моя мама готовила. Так, теперь возвращаясь к расходам. Значит, на чем я вчера закончила? Значит, я вчера закончила на том, что у меня в среднем в месяц, после всех обязательных платежей на руках, вот за прошлый год оставалось 1483 доллара в месяц. Куда я их трачу? Хочу заметить, я говорю о себе. Не, как сказать, не экстраполируйте это на всех пенсионеров Новой Зеландии. Я немножечко коснусь потом этого вопроса. Дай Бог не забыть. Вот из этих 1483 доллара в среднем я трачу на питание в данный момент 600 долларов. Я не ограничиваю себя питанием. Как вы видите, я покупаю и рыбу, и мясо, и фрукты, и овощи, и даже мороженое, какие-то сладкие вещи. Я мало покупаю макаронных изделий практически. Я их не ем. Во-первых, я не хочу. Во-вторых, это как бы крайне редко. Вообще, мне их никогда не хочется. Каши я тоже практически крайне редко употребляю. Картошку. Картошку употребляю. Ну, тоже. Не ежедневно. Ну, как-то не хочется. В основном питание у меня идет так. Мясо, овощи. Рыба, овощи. Хлеб. Хлеб я употребляю. Ну, не так, как мы, допустим, ели все с хлебом. Знаете, в детстве говорили, ешь с хлебом, ешь с хлебом, ешь с хлебом. Нет. Хлеб я употребляю, бутербродик горячий, например, утром, там, с сыром, с помидором. А, и когда еще. И, пожалуй, в течение дня я больше его и не употребляю. Хлеб. Ну, употребляю. Если хочется иногда. Все. Вот, что я покупаю себе для питания. Пожалуйста, заходите и посмотрите. Там рассказано, показано, 150 раз. Вот, значится, в месяц я потратила из 1483 доллара 600 долларов на питание. Знаете, это, конечно, у нас цены очень возросли. Когда мы жили с младшей дочерью, особенно только года через два, как переехали, когда мы ушли жить отдельно от старшей дочери, у нас на питание уходило на двоих в месяц. Сейчас я скажу, сколько. 300, 300, 600, еще 600, 1200. Да, в общем-то, практически столько где-то и уходило, наверное. Нет, 300. Не, меньше, меньше уходило на двоих. Меньше. Уходило где-то на двоих. Да, на двоих где-то 600 уходило. Ну, цены очень возросли. Я бы сказала, на продукты цены выросли где-то не на все, но где-то раза в два выросли за 20 лет. Ну, а если как взять начинать что-нибудь с папина старшей, когда он был совсем молодым, то то, что сейчас стоит 10-15 долларов, тогда стоило 50 центов. Понимаете? Такие были цены. Ну, а теперь все дорожает, особенно в последнее время. Все здорово дорожает. Вот я бы сказала, на вещи цена не очень поднялась, но поднялась. Поднялась. Тоже здорово поднялась. Таким образом, вот, возвращаясь к своему доходу, 1400, вот это то, что я вчера выписывала, считала, значит, 1483, долой 600 на питание, и вот у меня остается 800 долларов на то, что я хочу потратить. Куда хочу, туда их и трачу. Я, конечно, все их не трачу. У меня и на книжечке остается, остается. Ну, знаете, надо иметь. Я всегда собирала деньги. И в советское время собирала. Я получала алименты на старшую дочь, я их не тратила, я их складывала на книжку. Ну, так они благополучно там до сих пор и лежат. Советских 2000 лежат там, в Украине на книжке. Лежат уже, сколько, 30 лет лежат. И от мамы осталось мне 500 или 600 рублей тоже на книжке. Тоже там где-то лежат в Украине. Где-то даже больше. А еще у меня страховка там есть невыплаченная мне. Тоже была застрахована на 1000 рублей. В общем, там, там все это осталось. Поэтому и тут, конечно, я все деньги не трачу. Теперь я хочу сказать. Это вот я ответила на вопрос. Меня спрашивали, сколько у меня уходит на питание. Значит, теперь я вернусь к расходам пенсионеров-новозеландцев. Значит, я пользуюсь, машины у меня нету, водительских прав нету. Я использую общественный транспорт. Я и живу, как бы сказать. Я выбирала это жилье в свое время, чтобы это было близко к общественному транспорту. После, сколько там у нас, по-моему, после 65 лет, да, или сколько там, я забыла. Тебе дают уже карточку, и ты можешь ездить бесплатно. Ну, вот, в пределах города. Ты можешь ездить бесплатно. На городском транспорте, любом. Поэтому на это у меня, на транспорт, сейчас расходов нету. Но новозеландцы, они те, которые, как бы, и тут прожили всю жизнь, и такие, которые, допустим, люди, как я, приехали сюда, но они умеют там водить машину, у них там семья. А, у них есть расходы по машине, то есть им надо ее обслуживать. Я имею в виду уже пенсионеров. Я говорю уже о пенсионерах. Им надо обслуживать машину, пусть даже дедушка с бабушкой живут вдвоем, пусть у них даже одна машина на двоих. А, скорее всего, у них может быть даже две, но пенсионеры уже, скорее всего, будет одна машина на двоих. И им надо машину обихаживать, и им надо иметь расходы на бензин. Вот это у них тоже обязательный расход. У меня этого расхода нету. Поэтому у меня остаются деньги, так сказать, куда хочу, туда их и трачу. Хочу на орхидеи. Я вот на орхидеи потратила, я так прикинула, вот сколько я купила, я, наверное, больше двух тысяч долларов потратила на них. Потому что орхидеи у нас такая цена, 30-40, 30-40 там. Когда-то были мини-мини, до ковида еще были по 20 долларов. Ага, теперь такой цены и близко нету. Вот, поэтому столько у меня остается. Теперь, значит, такой женщина, сейчас я прочитаю ее комментарий. Вчера она написала такой комментарий. Я сейчас в Новой Зеландии. Живу у детей, то есть не плачу за жилье совсем. Получаю, немного подрабатывая на карманные расходы, приблизительно, как и вы. 500 долларов в неделю. Значит, у меня нет 500 долларов в неделю. У меня получается, если 1400 разделить на 4 недели, это сколько получится? 300 и там 200, где-то 370 долларов, да? Ну, пусть 380 долларов в неделю. Вот, после всех обязательных платежей. После всех обязательных платежей. Я так понимаю, она эти обязательные платежи не платит с этих 500 долларов. То есть за интернет, если она живет у детей, они платят. За свет они платят, за жилье она не платит. То есть у нее больше, чем у меня. Где-то на 120 долларов в неделю получается. И хочу сказать, что жизнь на эти деньги не может быть в Новой Зеландии безоблачной. Продукты здесь очень дорогие. Если больше нет доходов, ты на грани нищеты. Я не нахожусь на грани нищеты, как вы видите. Я понимаю ваше удовольствие от доходов блогера. Иначе никогда бы вы не позволили себе сумку за 700 долларов. Значит, я когда это прочитала, я очень смеялась, весело. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Сейчас я скажу за доходы блогера. И один раз в жизни, возможно, побаловали бы себя. 1000 долларов на зубы это ничто. Цены на стоматологию здесь заоблачны. Цены дорогие. Но 1000 долларов на зубы это не ничто. 1000 долларов это поставить 4 пломбы. Без корней. Если не пломбировать корни, а далеко не всегда мы пломбируем корни. Это крайне редко. А в основном обыкновенную пломбу поставить. Вот пломбу обыкновенную. 4 пломбы на эти деньги у дорогого доктора. Можно сделать. Теперь возвращаюсь к доходу блогера и сумки. Значит, сумка, которую я купила от Майкл Корс, она стоила 600, где-то 50 долларов. Блогера, доходы блогера. Мне это смешно. Значит, я не отношусь к категории блогеров, у которых очень много подписчиков. Знаете, там полмиллиона подписчиков. И очень много просмотров. Доходы блогера зависят от просмотров. Оплата вот у меня, как у блогера в данный момент, доллар с копейками, где-то доллар с копейками за 1000 просмотров. Цена, оплата меняется. Вот к Новому году была немножко выше, а вот туда к лету вообще упадет. Вот даже доллара не будет за 1000 просмотров. Может быть, 90 центов, может быть, новозеландских. Не американских, новозеландских. Потому что мне показывают оплату в новозеландских долларах. Это я говорю за новозеландские доллары. Вот. Поэтому вы можете легко прикинуть, сколько за одно видео у меня оплаты. Легко и непринужденно. Если 2000 просмотров, ну вот будет там, скажем, пусть я хорошо так возьму, хорошо. Три доллара. Три доллара. То есть, сколько мне нужно работать на эту, так сказать, сумку. Есть, конечно, блогеры, у которых просмотров, например, на каждое видео 100 тысяч, а то и больше. Так у них на одно видео, на одно видео больше просмотров, чем у меня за месяц. Но это люди работают на деньги. Я работаю, так сказать, на ютюбе, в кавычках, для собственного удовольствия. Так сказать, побеседовать с вами, вот тут посидеть, покрасоваться, ха-ха-ха. Шучу, шучу. А то некоторые люди не понимают, знаете, без юмора. Такие. Так вот, я хочу сказать этой зрительнице, что такую сумку я могу себе купить ежемесячно. Без проблем. Только мне не надо. Мне их и так полно. Я уже пойду и куплю такую же дорогую сумку, только за 5 долларов. Значит, я вам прочитаю свой ответ. Я ей написала, у меня нет 500 долларов в неделю. Но я не пью, не курю, не фыркаю деньги. Ну, как она, наверное, я так понимаю. Поэтому могу купить и сумку за 700 долларов. И вы забыли про кольца с бриллиантами. Вот, они на мне. Вы помните, как я их покупала. Я их покупала, может быть, даже не в прошлом году, я уже не помню. Вот на мне цепочка моя золотая, которая стоит, я уже не помню, сколько. Что-то долларов 800, наверное. И кольца я уже тоже не помню. Ну, что-то в пределах. Тоже это 800 тысяч долларов. Ну, так захотелось мне, я купила. Такая, как бы тут такая, алмазная, маленькие такие, вот смотрите, такие маленькие, ну, не видно, наверное, такие, такие маленькие алмазики. Конечно, я там не покупаю с таким каким-то трехкаратным. Так, а мне, во-первых, не нравится такое кольцо. Ну, что-то, ну, торчит один камень. Мне не холодно, не жарко, а мне нравится такой дизайн. Вот. Плюс, я не ограничиваю себя ни в каких расходах. Поэтому я могу себе это все позволить. Легко и непринужденно. И одежду. Я могу пойти купить одежду в дорогом магазине. Там какую-нибудь блузочку за 200 долларов. А могу пойти и купить ее там на рынке за 5, за 5 долларов. Дальше. Я написала. Надо уметь руководить деньгами, тогда и не будет грани нищеты. Она отвечает. Это вы прямо в точку. Я совершенно не умею экономить. Справедливое замечание. Но если ты умеешь планировать свои расходы, ты с одинаковым успехом выживешь и в Украине, и в Новой Зеландии. И пишет. Здесь точно не рай, и не Божья благодать. Я хочу сказать такому человеку, зачем тогда ты здесь сидишь. Ну, едь туда, в Украину. Че ты сюда? Приехала сюда и охаиваешь эту страну. Я таких людей терпеть не могу. Абсолютно. То есть эти люди, они будут охаивать и там, где жили, где родились, и туда, куда приехали. Вот я хочу сказать ей, убирайся туда, откуда ты приехала. И чтоб твоего духу тут не было в этой стране. Даже если ты из Украины. Потому что и в Украине там тоже есть вот эти, и ватники есть, и те, которые кричали, Путин помоги и Путин введи. Вот он им ввел. Татак ввел, чтоб пришлось текать далеко и надолго. Вот так вот. Поэтому я хочу сказать, что я и в Украине не жила нищебродкой. А вот такие люди, это знаете, есть категория людей, которые гордятся. Да я не умею экономить, да я не умею экономить. Ну, не умеешь экономить, будешь жить, как нищебродка. Будешь сидеть вот там, брать вот эти микрокредиты какие-нибудь, или еще какие-нибудь кредиты. И потом их бесконечно выплачивать. Я так не люблю жить. Я так не привыкла. Мне всегда надо, чтоб у меня там денежки были. И на карточке для ежедневного расхода. И на той карточке, которая не для ежедневного расхода. И на книжечке, чтоб у меня были деньги. Обязательно. Значит, свои расходы я привыкла и люблю записывать. Я вообще все люблю на карандашик брать. Вот у меня, между прочим, тетрадочка. Это за последние 6 лет. Я уже не помню, показывала я ее или нет, забыла. Значит, вот она у меня начата 1.1.2018, окончена 31.12.23 года. Вот я ее закончила, 6 лет. Я так люблю свои такие записи. У меня и мама вела их. Мне это очень удобно. Я вот открыла и посмотрела, сколько я, что и вообще, что я когда купила. Ой, какую-то орхидею купила. Когда же я ее купила? Так, быстренько так полистала. Еще что-то. Конечно, вот в Украине было проще вспомнить и запомнить, когда ты что-то купил. Ну, такое, знаете, вот серьезную какую-то вещь. Вот понимаете, вот как я помню, я купила ковер, приблизительно год я помню. Да, точно, даже я помню, какой-то был 87-й год. И это в ноябре было полно снега. И ты вот это помнишь, что это был ноябрь, в ноябре было там по колено снега, и ты везешь его на саночках, везешь. Здесь все дни одинаковые. Я не могу вспомнить, что я вчера ела на завтрак. Или сегодня. Я не могу ни к чему привязать это. Там ты знал, что ты там вот купил, это был октябрь, был дождь. Или это было зимой, или это было летом. Или ты там еще что-то делал. То, конечно, здесь такого нет. Поэтому очень тяжело. Я не только поэтому, я и в Украине вела свои записи. Я очень люблю это. И теперь вот у меня новая тетрадочка, новая тетрадочка. Вот я уже начала ее писать на этот год. Мне это крайне удобно. Теперь, возвращаясь, значит, со своими доходами, мы, можно сказать, с моими, закончили. Так? Теперь в какой-то степени замечание этой женщины справедливое. Если у тебя семья, если у тебя есть дети, у тебя расходы возрастают, конечно, многократно. Но для этого молодые люди идут работать. Те, которые заводят семью, те, которые еще не до пенсии, люди идут работать. Для того, чтобы купить свой дом, а здесь все стремятся купить свой дом, потому что дом подорожает, а твои деньги, даже если они лежат там у тебя где-то на книжке, они обесцениваются. Вот, например, как у меня, там лежит какая-то сумма. То есть она же обесценивается. А купить я ничего за них, а что мне купить? Машина мне не надо там какая-то. Куда там еще? Так мне потратить никуда не надо. И поэтому они так хранятся там. И обесцениваются. Если, конечно, у тебя семья, то значительно увеличиваются расходы. И, конечно, жизнь это дорого. Детей надо и возить, это расходы на бензин, и одевать надо, и так далее, и так далее, и так далее. Но я же говорю не о таких людях, а о пенсионерах. Здесь, конечно, у пенсионеров еще может быть один расход, которого нет у меня. Нет, у меня он есть, но маленький. Это расход на жилье. Если мне государство дало эту квартиру, не дало, а я ее арендую как бы у государства, так лист по закону. А государство арендует у собственника. То у меня расход на квартиру получается не очень большой. Но люди, которые уже пенсионеры, и у них, например, выплаченный дом, они брали кредит, его выплатили, и дом у них выплаченный. Но все равно они должны ежегодно заплатить налог на землю, вот на собственность. То есть у них есть этот какой-то расход. У меня этого расхода, он у меня как бы размазан в течение года за квартиру. Ну, а они там платят этот рейд, называется, раз в год. Возможно, если дом выплаченный, то он так. Приблизительно вот эти расходы мои и их соизмеримые. Очень мне всегда интересно, когда приходят комментарии по поводу квартиры. И говорят, о, эта квартира вам не принадлежит. А в советское время, когда вы жили, кому квартира принадлежала? Она что же вам не принадлежала? Она принадлежала государству. И вы не могли эту квартиру не продать. Вы могли обмениваться квартирами государственными, вы могли. А для того, чтобы она осталась с вашим детям, вам надо было их прописать, этих детей. Только в этом случае. Поэтому она вам все равно не принадлежала. А еще государство могло по какой-нибудь причине так и выселить из квартиры. Значит, я и не хочу, зачем мне иметь эту квартиру в собственность, если она и так, я в ней живу. И никто меня никогда не выселит. Если хозяин больше не захочет продать контракт с государством, то мне дадут другую квартиру. Еще и дадут три на выбор квартиры. Чтобы я себе выбрала. Будут учитывать мое пожелание, куда я хочу переехать. А вот если бы эта квартира мне принадлежала, мне принадлежала, то мне бы в год за эту квартиру нужно было бы выплачивать 12 тысяч. Налога 12 тысяч. Почему я это знаю? Потому что у меня есть знакомая, вот в соседнем доме живет, в такой точной квартире. И вот они должны выплачивать 12 тысяч в год. Ничего себе. Неплохо. У меня получается меньше. У меня получается, вот сколько мне жилье обходится, да? Мне жилье обходится тысяча с чем-то, да, получилось у меня там. Ну, где-то так получилось. Около там 1200 или что-то в таком духе получилось у меня за жилье. Вот, да? Ну, или может побольше немножко. Нет, больше, наверное. Может, это я неправильно сказала. Так, сейчас я посмотрю, сколько. Посмотрю, сколько. 2100, 2100, 2600 за квартплату. Ну, в общем, в любом случае, это для меня подъемно. То есть, это для меня, как бы, мне уже выдали чистыми деньгами. Все. У меня голова не болит. Некоторые люди, они могут сами платить, самостоятельно. Вот, получили эту пенсию полностью, а потом они там сами платят. Это у человека головная боль тебе платит. И так меня уже все удержали, и все. Мне уже не надо об этом думать. Вот такие у меня расходы. Жизнь у нас дорогая. У нас высокие цены. Но надо не забывать, что к нам все сюда доставляется. On a boat. То есть, этим, как он там называется, пароходами или кораблями. От нас ближайшие соседи 3000 километров. Три часа лететь надо. Австралия. Это к нам ближайшие соседи. Поэтому у нас все дорого. Но, тем не менее, тем не менее. Это благословенная Богом страна, которой о людях заботятся. И не дают тебе умереть с голоду. Дальше я хочу заметить еще по поводу людей, которые пишут там про пенсию в Украине. Маленькая. Я хочу сказать, товарищи, вы скажите спасибо, что вам дают хотя бы такую. Потому что сейчас вас, пенсионеров, и прочих людей, чиновников, и тех, кто там, врачи, учителя, вас держат. Европа и Америка. Она дает вам деньги на жизнь. Потому что те деньги, которые зарабатывает Украина, идут на войну. Поэтому мне это, знаете, странно слушать, когда люди жалуются, что у них маленькая пенсия в Украине. Что, забыли, где вы живете? В какой момент вы живете? Ну, не повезло вам. Не повезло. У вас война идет. Десятый год. У вас бешеный сосед, который хочет вас убить всех. Поэтому... Майму тешо майму. И надо сказать спасибо, что вам дают на хлеб. И дают какую-то субсидию на оплату жилья. Ну, не переживать. В конце концов, так не будет всегда. Когда-то что-то будет. Может быть, даже будет какое-то перемирие. Кто его знает? И такое может быть. Уже это было у нас, правда. Восемь лет такого перемирия. Чем оно закончилось, мы знаем. Ну, кто его знает? Кто его знает? Что может быть? Может быть, будет нам. Дадут больше оружия. И действительно, мы сможем выгнать со своей земли захватчиков. Жизнь покажет. Но мы твердо верим в победу. Мы переможем. Тому, тримаймось, поддерживаем Залужного. Поддерживаем ЗСУ. И верим в нашу перемогу. А еще, тринкаем ручи. На все стороны. А складаем их. Складаем их в кишеньках. Чтобы было на что собе. Зварите борщику. И кольца ковбаски. Увидимся. Увидимся. А, я вам, кстати, расскажу, куда я ходила. Это я сижу, и у меня лицо немножко отошло. Я в следующем видео вам расскажу, куда я ходила. Забыла, хотела сказать. Потому что я только пришла. Готовлюсь к завтрашнему визиту. К доктору. Пока.